ребят всем привет доброе утро у нас доброе утро несмотря на то что погодка уже у нас не испания далеко а такая чисто норвежская но тепло тепло нам обещают конечно дожди вот следующую неделю начиная со завтра со вчера вот если честно если бы у меня вот вот это вот курточка моя она такая короткая застегивалась на моем животе я бы вот этот таракан вот видите такое я бы его вообще не одевала но без него холодного сенька с ним вот как-то так прям в самый раз кстати да вот этот таракан он вообще ноунейм но он очень всем нравится потому что ну реально очень практичная вещь ну правда и мне в том числе куплено вообще не поверите как мы с моей сестрой бежали через харьковский рынок вот тогда когда он еще был рынком когда были палатки в сумах ну все знают 8 вот бежали на автобус и уже опаздывали и просто вот бежали ну а мы же девочки я так щелк щелк туда-сюда смотрю висит это я ее подхожу к этой девочке говорю сколько стоит она 550 как сейчас помню я его так вот деньги отдала пока весь она там не сдачу отчитывала я эту штуку но ее тараканом называют а мой муж так его призвал так таракан она и осталась вот вот так вот отдела все подходит и побежали бы дальше я говорю я в ней отходила свою первую беременность потому что софия родилась в конце сентября но нас уже так с августа было так ну как тронхейме всегда да вот и сейчас тоже такая погода что вот как раз самый раз хотя муж каждый раз когда вот мы делаем уборку наших шкафах он мне постоянно давай это выбросим давай это выбросим давай это отдадим фротекс в общем я постоянно ее прям с боем отстаиваю у меня утро началось сегодня с того что я ходила собирала соду собираю соду сейчас вот эту вот пищевую для того чтобы помыть свою духовку вот здесь в этом доме я как-то не подрассчитала мне казалось что у меня две упаковки соды а у меня оказалась одна это уже начато подружка мне привезла на остановку я поднялась буквально здесь на одну вот и иду назад а у нее это все упаковано в этом самом скажите таком прозрачном сейчас машинка проедет таком прозрачном ну я не знаю как контейнере да иду такая без пакета все нормеешься так на меня ну прикиньте да белый порошок какой-то несет женщина так и хочется спросить в общем сегодня у нас плана как у наполеона нам сегодня нужно в икею купить все эти самые скажите мебель ну как все в шкаф и этот скажите и кровать моду человек камера можно свою познанку везла кровать купить и шкаф купить диваны сегодня они забирают вот там мальчик один лёшкин друг поможет ему вот и что еще а и стиральную машину в общем сегодня они это все поедут покупать скорее всего я думаю что я успею с ними а так если вы смотрите меня с утра то хорошего дня улыбайтесь все будет хорошо ребят мы в икея муж говорит иди за мной быстро иди и куда-то так чур ну вообще что-то а он вижу уже сейчас мы быстренько покупаем кровать он сказал быстренько собираем тоже покупаем этот шкаф и уже через сколько 45 минут ему нужно забрать дань или чтобы тот помог ему все это разгрузить и потом они сразу же ведут за диванами диваны нужно забрать в одиннадцатом что такое то ли полдвенадцатого ну вообще времени мало видите какая штучка прикольная я себе тоже взяла одну 30 крон я чего не заслужила не на самом деле очень удобно потому что я очень часто смотрю с телефона вот что-то какие-то фильмы там когда готовлю либо что-то в ютюбе поэтому возьму уже взяла точнее где мой муж это вообще-то лайфхак как потерялся в икея нашла наконец-то кровати точнее отдел нашла мужа он как всегда выцепил себе девочку сегодня беленькая завтра черненькая так и живем очень да сейчас оформляем быстренько эту кровать а потом пойдем быстренько этот самый шкаф ну шкаф у нас уже готов его просто нужно собрать вот этот матрас в общем нифига мы не успеваем ребят муж начал собирать кровать вот этот самый приехали диваны тоже вот такие вот два дивана мы купили это кожа и привезли тоже они стиральную машину привезли только поставили конечно потому что нету времени ее пока установить муж говорит что сегодня вот пока мисс не соберет кровать шкаф и не установит эту вот машину домой не приедет поэтому вот такие дела ребят хочу вам показать наклейки в том блоге который вышел сегодня а для вас это будет вчера вот видите они очень классные они клеятся на одежду и если смываются то где-то после стирки уже там десятой а вот вообще очень хорошо держится я хочу показать как выглядит одежда ребенка вот с норвежского садика смотрите это та курточка которая вчера была новой сапе не топтей встань эй смотрите на эту обувь я тебя сниму сниму ну конечно я тебя отмыла теперь ты красотка теперь ты хочешь и сниматься смотрите на эти штаны и это еще ничего это еще не очень грязный раз и слава богу что такой костюм у нас только один смысле вымазан вот сегодня вчера было таких два и вот да сейчас будет опять большой прием домой да скажи всем привет все идем магазин пойдем мы уже дома мы это я и софия да кто-то кушунька и кто-то просто сидит ждет пока кто-то покушунька и в общем я не знаю успеет наш папа сегодня все то что он запланировала сделать или нет но я думаю что успеет потому что когда я уходила кровать уже там ну если я правильно понимаю почти собрано было чё ты там уронила уже а что это у тебя вообще-то тут за утром курятники где это ты такой перо нашла не знаешь нет знаете что она есть сосиски пошли с ней в магазин она как увидела как начала пищать давай прям сейчас ждать не могу голодная женщина да вот так вот ты на меня кричала разве можно на меня вообще кричать у меня сейчас ранимая психика а ты кричала что теперь молчишь что это был что значит это был но это вообще-то не очень красиво демонстрирует всем что там у тебя во рту это вообще не красиво и вот она уже умела пол сосиски на самом деле вот так вот и хотелось вообще в садике когда она не ест паны как и то есть те блинчики скажем так она не любит у нас ладно у нее больше как бы мой вкус вот но очень она любит еще мясо то есть я рыбу она мясо так как мой папа это вот сосиски колбаса котлеты вот это вот прям жесть если суп то с фрикадельками если больше обязательно с миском да софия ты ж украинка потому что да вот вы мне скажите мамочки я она так расстраивалась когда вижу своего ребенка вот саду таким грязным или у вас тоже такое же чувство потому что ну блин я даже не знаю из-за чего это красота из-за того что это все мне придется сейчас стирать или из-за того что она реально вот ну понятно что она маленькая она еще как бы не понимает много чего ну просто вот хотелось бы чтобы она понимала что в эту лужу идти не надо да софия вкусно тебе ну вот так вот сейчас и приговорит эту сосиску сегодня мне вообще они сказали что она себя хорошо вела как норвежцы говорят очень в общем кайфовала на улице да ты кайфовала в луже опять может ты поговоришь с людьми софия софия поговори с людьми нет ты привет уже говорила ты поговори с людьми теперь это моя рука не надо меня жирными руками пожалуй эй на ай ну а потом ты милости своей проявишь давай все полежала отдохнула давай вставай кушай дальше нам еще купать тебя у нее песок чтобы понимали даже в ухе сейчас это все будем мы ты как вообще слышишь правым ухом нормально женщина уже дай мне сил называется я понимаю что мой муж там тоже работает не лохонит но мне с ней реально очень тяжело сейчас я пока ее только заведу на лестницу сюда вот на второй этаж у меня уже все гейм овер а мне еще надо ее выстирать вот что нельзя тебя в машинку так вот закинуть и постирать может попробуем хочу закину тебя в машинку там откиснешь хорошо най в общем такие дела наверное будем с вами сегодня прощаться софика давай попрощаемся давай скажем всем пока пока ой рот набила жесть быстро вот закрывание некрасиво так делать най еще красивее сделала в общем да я надеюсь что вы на меня не обижаетесь что его с вами так рано прощаюсь на самом деле сейчас уже не рано сейчас уже у нас по шестого сейчас пока месь я ее покупаю это минут сорок как минимум еще она не доела в общем если мы ложимся спать 8 то примерно вот уже мы с вами на самом деле прощаемся и говорим вам гуната совгод хадебра хаде алисамен